Всем привет! Для того, чтобы члены жюри могли убедиться, что вы решаете Олимпиаду самостоятельно, и чтобы Олимпиада прошла честно, вам необходимо полностью записать процесс участия, а затем предоставить доступ членам жюри к получившейся записи. Для того, чтобы показать, как вы решаете Олимпиаду, требуется установить программу OBS Studio. В этом видео я расскажу, как установить и настроить OBS Studio для того, чтобы записать процесс решения Олимпиады. Программа OBS Studio доступна для всех распространенных операционных систем. Давайте скачаем программу и установим ее на наш компьютер. Запустим программу. На первом запуске запустится мастер автоматической настройки. Давайте откажемся от помощи мастера и выполним настройку самостоятельно. В основе работы OBS Studio лежит понятие сцены. У нас есть по умолчанию сцена. Давайте добавим в нее источники данных. Нам понадобятся три источника. Это звук, изображение экрана и изображение с веб-камеры. Давайте начнем со звука. Нажимаем плюс и выбираем захват входного аудиопотока. Нам предлагают создать новый источник звука. Создадим его. В качестве устройства нужно выбрать тот микрофон, с помощью которого вы хотите вести запись во время Олимпиады. Например, можно выбрать микрофон веб-камеры. Если вы работаете на ноутбуке, то логично выбрать микрофон ноутбука, либо вы можете выбрать внешний микрофон, если он у вас есть. Теперь добавим изображение экрана. Для этого выберем плюс и нажмем пункт захват экрана. Нам предлагают создать новый источник захвата экрана. И вот когда мы его нажмем, у нас получится такое рекурсивное красивое изображение. Здесь нужно выбрать, какой экран захватывать. Ну, у меня один экран. Будем захватывать его. Если у вас экранов несколько, то во время Олимпиады нужно отключить все мониторы, кроме того, на котором вы работаете, и подключить захват именно этого экрана. Оставляем пункт захват курсора. Нажимаем ОК. Как вы видите, размер моего экрана больше, чем размер выходного потока. В данном случае выходной поток имеет размер Full HD. Поэтому следующим пунктом нажмем правую кнопку мыши на пункте захват экрана, выберем пункт трансформировать и выберем подогнать по размеру экрана. Теперь вот у нас совсем красивая рекурсивная картинка. Третьим действием нужно добавить изображение с веб-камеры. Снова нажмем плюс. Выберем устройство захвата видео. Итак, нужно выбрать создать источник устройства захвата видео. И здесь выберем нашу веб-камеру. Если у вас несколько почему-то веб-камер, то нужно выбрать ту из них, которую вы используете. Здесь можно сделать какие-то настройки видео, но в принципе настройки по умолчанию обычно хорошие. Мы получаем наше изображение на экране по умолчанию в верхнем левом углу. Если размер изображения получился неправильным, слишком большой или слишком маленький, то двигая вот таким образом, мы можем изменять размеры. А просто мышью можно передвигать изображение. Разместите изображение с веб-камеры в том месте, где оно не будет закрывать вашу среду разработки в процессе написания Олимпиады. Если вы обычно программируете, развернув среду разработки на весь экран, скорее всего вот это место справа посередине, куда я поместил свою веб-камеру, оно не будет занято кодом. Если вы какую-то другую раскладку экрана используете, то можете разместить ваше изображение веб-камеры в углу или там, где оно не будет закрывать процесс написания вами программ. Все, мы готовы начать запись. И в следующем видео мы покажем, как записать процесс участия в Олимпиаде.